В интернете бытует одна очень интересная кинотеория, которая гласит, что все фильмы Квентина Тарантино существуют в общей вселенной. Но как именно они связаны? Поклонники Тарантино долгое время предполагали, что каждый из его фильмов существует в одном мире, так как почти во всех фильмах Тарантино есть отсылки на другие фильмы именитого режиссёра. Взаимосвязанная кинематографическая вселенная ни в коем случае не новинка. Любой, кто знаком с франшизами фильмов, знает, что навыки построения сложных миров являются жизненно важной частью создания увлекательной вселенной. Пересекающиеся сюжетные линии, скрытые отношения между различными персонажами и другие, казалось бы, случайные связи, способствуют захватывающим впечатлениям, которые предлагают некоторые из этих фильмов. Хотя Квентин Тарантино не является режиссёром, который обычно ассоциируется с такими обширными кинематографическими вселенными, он строит свою собственную вселенную со связанными между собой персонажами и альтернативными историческими событиями с тех пор, как он ещё был начинающим сценаристом. Но на самом деле все фильмы Квентина Тарантино существуют не в одной, а в двух общих вселенных, и сейчас мы попытаемся объяснить все связи между всеми его фильмами. В конечном итоге это было подтверждено самим Квентином Тарантино ещё в 2016 году, но даже тогда это было не всё так просто, так как существовала только одна общая вселенная фильмов Тарантино. Скорее всего, это было бы слишком просто для режиссёра, поэтому у него вместо этого есть две нити во вселенной его фильмов, одна из которых существует внутри другой. Поскольку Тарантино недавно выпустил «Однажды в Голливуде», то у нас теперь есть не только его девятый фильм, но и последняя запись и без того сложную общую вселенную. От основной вселенной фильмов до фильма в фильмах и различных персонажей, которые на самом деле связаны друг с другом. Так соединяется общая вселенная фильмов Тарантино. Первая часть общей вселенной Квентина Тарантино это та, в которой существует большинство его фильмов, о которых сам Тарантино сказал «Есть нечто более реальное, чем реальная вселенная». Хорошо, и все персонажи населяют эту. Пока что это достаточно просто. Все фильмы Тарантино населяют один общий мир, который включает альтернативные версии истории. Такие как смерть Адольфа Гитлера в «Бесславных ублюдках». Основная вселенная Тарантино является самой большой и включает большинство его фильмов. Включая «Бешеные псы», «Криминальное чтиво», «Бесславные ублюдки», «Джанго» и «Омерзительная восьмерка». А также похоже, что именно сюда входит и «Однажды в Голливуде». Вдобавок к этому, эта вселенная также включает некоторые фильмы, которые Тарантино написал, но не снял. Например, «Настоящая любовь Тони Скотта». В этих фильмах мир во многом похож на реальный, где вымышленные персонажи могут взаимодействовать с реальными. Например, присутствие таких фигур, как Шерон Тейт, Чарльз Мэнсон и Брюс Лив «Однажды в Голливуде». Что касается временной шкалы, она начинается с «Джанго» и оттуда движется вперед. Персонажи Тарантино, которые существуют в более реальной, чем реальной вселенной, не могут появиться во вселенной кино в кино. В общей киновселенной Тарантино есть подразделы фильмов внутри фильмов, которые Тарантино описывает как «От заката до рассвета и убить Билла» все они имеют место в этой специальной киновселенной. Так что в основном, когда персонажи из «Бешеных псов» или «Криминального чтива» идут в кино, они идут посмотреть «Убить Билла» или «От заката до рассвета». Вот что они видят. Это то, о чем фанаты начали всерьез размышлять, когда был выпущен «Убить Билла», потому что сюжет очень похож на телевизионный пилот, описанный Меей Волос в «Криминальном чтиве». Она рассказывает Винсенту Фиге о пилоте, в котором она снималась, где она играла самую смертоносную женщину в мире с ножом, что подходит под фильм «Убить Билла». Очевидно, что в более реальном, чем реальная вселенная, пилот потерпел неудачу, но вместо этого превратился в фильм. В «Вселенной Тарантино» фильм в кино содержит некоторые из его режиссерских работ, в том числе «Убить Билла-1», «Убить Билла-2» и «Доказательство смерти», а также в других фильмах, в которых он принимал участие в качестве сценариста или продюсера, в том числе «От заката до рассвета» и «Планета страха». Персонажи из этой вселенной могут появиться в некоторых фильмах, то есть персонаж из «Убить Билла» мог бы показаться в доказательстве смерти, но с некоторыми исключениями не может появиться в реальной вселенной. В такой обширной общей вселенной неудивительно, что многие персонажи связаны в большом кругу Тарантино. Впервые это стало очевидным в настоящей любви, которая знакомит нас с персонажей Алабама Витмен. В «Бешеных псах» мистер Беллый обсуждает работу с девушкой по имени Алабама, поэтому «Настоящая любовь» устанавливает первый мост между фильмами Тарантино. Алабама продает наркотики кинопродюсеру Ли Доновицу, сыну сержанта Дони Доновица, он же жид-медведь из бесславных ублюдков. Затем криминальное чтиво расширило это понятие через Винсента Вегу, фамилия которого могла быть знакомой, потому что она уже была дана Виктору из «Бешеных псов», более известному как «Реющий уши мистер». Показано, что у обоих персонажей похожие танцевальные стили, и хотя оба в конечном итоге умерли, Тарантино в какой-то момент подумывал о создании фильма о братьях Вега, который был бы приквелом криминального чтива. Это не единственная связь между «Бешеными псами» и криминальным чтивом. Настоящее имя мистера Белого – Ларри Доминик, а позже в криминальном чтиве мы находим Джимми Доминика, которого играет сам Квентин Тарантино, и многие считают, что они братья. Дополнительным подтверждением этого является тот факт, что Джимми появляется в криминальном чтиве вместе с Уинстоном Вульфом, которого играет Харви Кейтель, который играл главную роль в роли мистера Белого в «Бешеных псах». В общей вселенной Тарантино братьев еще больше. Сеймур Скагнетти представлен, но не замечен в «Бешеных псах», как офицер по условно-досрочному освобождению мистера Блондина. В «Прирожденных убийцах» мы встречаем Джека Скагнетти, полицейского, который, кажется, разделяет способность Сеймура быть крайне отвратительным. Первоначальное имя Сеймура Скагнетти в «Бешеных псах» было Крейс Кунс, которому позже вернется Тарантино. В криминальном чтиве бывшего военнопленного в исполнении Кристофера Локена зовут Капитаном Кун, и это затем упоминается в «Джанго освобожденном», где в объявлении о розыске сумасшедший Крейс Кунс указан как часть банды Смитти Бескала, а Кунс – прапрадедушка Локена. Еще один член банды Смитти Бескала – Джерред Нэш, имя которого также появляется в «Прирожденных убийцах». Когда его смерть воссоздается для телевизионного репортажа о массовых убийствах. Однако это не конец семьи Нэшей, поскольку человека, которого пытает мистер Блондин в «Бешеных псах», зовут Марвин Нэш. Также в «Джанго» героя Кристофера Вальца зовут доктор Кинг Шульц, а его жену зовут Паула. В «Убить Билла 2» невеста похоронена в могиле, принадлежащей некой Пауле Шульц, датированной 1823-1853 годами, что позволяет ей быть женой доктора Шульца. Хотя тот факт, что «Убить Билла» находится в фильме-фильме, вселенная несколько усложняет это. Однако Тарантино часто стирает границы между двумя фильмами-вселенными, с некоторыми персонажами, которые предположительно могут перемещаться между ними. К ним относится Вульф, хотя он появляется только в криминальном чтиве, шериф Эрл Магров и его сын Эдгар, которые появляются в «От заката до рассвета», «Убить Билла 1» и серии фильмов из линейки Грайнхаус. В «Омерзительной восьмерке» есть палач Асвальда Мобрей, иначе известен как англичанин Пит Хикокс. Это имя было знакомо поклонникам Тарантино, потому что оно также используется в «Бесславных ублюдках», где Майкл Фассбендер играет лутенанта Арчи Хикокса, проправнука английского Пита. И возвращаясь к Джанго, есть персонаж, который предполагает, что он Мейнард, используя российские ругательства, что вероятно означает, что Мейнард в криминальном чтиве является его потомком. Эти связи между фильмами Квентина Тарантино не ограничиваются только персонажами. Некоторые бренды также появляются в нескольких фильмах Тарантино. «Бик Кахума Бургер», сеть гамбургеров на гавайскую тематику, появляется в фильмах «От заката до рассвета», «Бешеные псы», «Криминальное чтиво» и упоминается в доказательстве смерти. То есть существует в обоих общих вселенных Тарантино. Тем временем «Сигареты Ред Эппл» появляются в фильмах «От заката до рассвета», «Криминальное чтиво», «Убить Бело-1», «Планета страха», «Бесславные ублюдки», «Облизительная восьмерка» и «Однажды в Голливуде». И, наконец, есть «Год Джайз», который появляется в «Убить Бело-1» и «Доказательство смерти». Исключением из общей вселенной фильмов Тарантино является Джеки Браун, которого нет ни в одной из вселенных. А вместо этого существует во вселенной Эльмора Леонардо, вместе с фильмом Стивена Содерберга «Вне поле зрения». Как и следовало ожидать, большая часть связей во вселенной Тарантино ведёт к бешеным псам или криминальному чтиву, первым двум картинам режиссёра. Но тонкая сложность связей во всех его картинах интересна тем, что они совершенно не важны. Знание того, как один элемент соединяется с другим, не влияет на фильмы на повествовательном или композиционном уровне, но существует как забавная игра для поклонников пасхалок. Это также отражает страсть Тарантино к своему ремеслу и его заботу о деталях. Тарантино успешно вплетал в свои сюжеты, второстепенные сюжеты персонажей и символы в общую и повествовательную структуру своей обширной кинематографической вселенной. Он уже заявил, что следующий фильм, который он снимет, будет его последним, и назвал его «Опилогом». Будет очень интересно посмотреть, как его последний фильм пишется в его кинематографическую вселенную. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok